МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадио компании Гомель. У студии и працуя Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. До помощи медикам волонтеры Гомельской области протягивают выраблять маски. Пошут працы онлайн. Сегодня у Гомеля прошел электронный кермаш вакансий. Стушка памяти, поэтажный проект до 75-ти годы Великой Перамоги рыхтуют письменники Гомельской области. А зараза об этом иншим больше подробязна. Волонтеры Гомельской области протягивают выраблять маски для медиков региона. Зараза их поставки ожитивляются не только по Гомеле, а и в широких центральных районных больниц. Работа проводится у тесным взаимоденни, заблывы канкамам и галонным управлением маховы здоровья. Одна из наибольшемасштабных вытворчастей по вырабу медицинских масок разгорнута в Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны. Тут задейничано все необходное обсталевание – от 3D-принтеров до лазерных установок. Значную допомогу волонтерам оказывают такие промысловые предприемства Гомеля, як «Палидрев» и «Мультипак», які поставляют сыровину для медицинских масок, а так само громадская организация «Белая Русь». На сегодняшний день волонтеры региона вырабили и накировали у лячебные установы больше, как тысячу таких масок. Причим, а проча Гомеля их отримливают у районных больницах «Кармы», «Добруша», «Рогачева», «Хойников», «Жлобина», «Мазыра» и «Калинковича». Разом с тем, отзначены выпадки, коли особенные вытворцы не притримливаются технологичных потребований и вырабляют неякостную продукцию. Многим предприятиям поручили или предложили заняться данным профилем выпуска производства, то есть пластиковые щитки для медучреждений. И некоторые предоставили не совсем правильные варианты, не соблюли рекомендации врачей, и данная продукция не может быть запущена в производство. Но также есть предприятия, которые в большом объеме начали поставлять данные щитки для сбора и дальнейшей передачи. Например, предприятие «Полидрев» нам поставило уже около 600 щитков, и волонтеры из БРСМ собирают их, после чего мы развозим на медучреждения. Мазырская швейная фабрика «Надекс» часово перейшла на выпуск только охоенных масок, поведомили Белта на предприемстве. На фабрице вырабляют четырехи пятислойные марлевые маски и нетканные санитарно-гигиеничные одноразовые нестерильные маски с полипропиленом. Сегодня перед нами, как и перед усими предприемствами «Лехпрама», стоит задача закрыть потребы у сродках обороны как медицинского персонала, так и у всех белорусских граждан, отзначили на фабрице. Штодионный план пошил до 50 тысяч масок. Заказчиком продукции выступает «Белфармация». Праца на фабрице организована у «Тымлику» и у «Выходны». Пандемия коронавирусной инфекции оказала уплыв на усе сферы життя. Зразумела, что адукация – не выключение. Учебные установы вымушены адаптоваться под яснуючие умовы, каб ничего не перешкаджало детям отрымливать веды. Ситуация непростая, але выход знайшоуся у дистанционного навучания. Об тем, как проходит процесс адукации, надлеглости у Гомельской гимназии номер 56 имя Вишневского, доведалась наша здымочная бригада. Для наставников и наученцев гимназии номер 56 дистанционные уроки не стали чем-то новым. И они давно используются адукационными онлайн-платформами, мессенджерами и видеосувязью для выучения додатковых материалов. Сейчас современные методы научения удосконаливаются и используются в полные меры. Я считаю, что дистанционное образование – это такой важный элемент нынешнего современного образования. И так или иначе, мы от него никуда не уйдем. Внедрец, конечно, и коты – это нужно и важно. И современные дети, да, они, наверное, пользуются телефонами намного лучше и оперативнее, чем даже взрослые. Поэтому дистанционное образование – это вот важный такой элемент, и мы это должны использовать. Новая форма обучения робит адукационный процесс больше комфортным. Но есть свои нюансы. Плюсы и минусы уроков на дистанции отзначают и сами школьники. Наприклад, отсутность непосредственного взаимодействия с наставниками и одноклассниками изъявляется для детей проблемой. Немного не хватает общения с одноклассниками, но у нас есть специальная группа, где мы можем переписываться с друзьями. Дистанционного обучения не хватает контакта живого с учителями, с верхниками. Что тычется педагогам, то им так само не хватает контакта с детьми. Тем не менее, дистанционное обучение для них нечто большее, чем просто вымушенная мера. Мне кажется, такая форма обучения, она очень может помочь детям научиться учиться. Потому что они привыкли брать готовые знания, которые мы им даем. А в этой форме обучения они должны работать сами. А мне кажется, это самое главное, когда ребенок сам нашел материал с помощью учителя, проконтролирован, но его разобрал, усвоил, и тогда он, наверное, все-таки лучше держится в голове, и его лучше можно и спокойнее применять потом на практике. Я ничего не вижу плохого в этой системе. Но она должна быть очень контролируемая. Безумовно, дистанционное научение никогда не заменит живой гутерки наставника и наученца. Однако в сегодняшних умовах для установки дукации это лучшее решение существующей проблемы. Миколай Скинтиян, Валера Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Сегодня у Гомеля прошел электронный кермаш вакансий. Управление по праце занятостей социальной обороны Гарвы Конкама организовало в онлайн-режиме промыть диалог найманников и претендентов на працовные места. Электронный кермаш вакансий у Гомеля в першиню провели наприконцы минулого года. На это раз наймальники пропоновали коля 60 вакансий. На жаль, не которые предприемства не сдолили зайсти в систему. Эту проблему пообещали вырешить до наступного электронного кермашу. В уголе заразу центры занятостей официально зарегистрованные 307 беспрацовных. Только за минулый тыдень праца уладкованная 44 человеки, 12 накерованные на перенавучание. Всего наибольшь запотребованных профессий – водитель троллейбуса, повар, продавец, цирульник, тынковщик, маляр, облицовщик, плиточник. В управлении по праце занятостей социальной обороны Гомельска Харвы Конкама выполнены, что электронный кермаш вакансий перспективный на керунок праца уладкованная насельництва. Любой гражданин может одновременно выйти, пообщаться с предприятием, организацией, получить всю от него в реальном времени информацию, выяснить социальный пакет, заработную плату, режимы работы, решать вопрос своего трудоустройства. И нанимателя видит и оценивает уже непосредственно. За соковик вратовальники уходе профилактичных мероприемствов выявили больше 60 неякосных вогнетушителев. На территории нашей краины продавать эти приборы может любой человек. Часто и ныне отповедают необходимым нормам. В случае сгорания различовать на этот суперцпожарный сродок не отримается. Наши корреспонденты совместно с супрацовниками МНС провели эксперимент и проверили, что будет, когда вогнетушителе кажется неякосным. Месть лицензию на продаж вогнетушителев требовало у обовысковым парадку до 1 вересня минулого года. После отмены этого потребования продавать суперцпожарные сродки стали утыми ликутые, кто ранее никогда их не реализовывал. Однако, супрацовники МНС означают, что такие продавцы могут навыть не видать нормы потребований до своего товара. Это главная проблема, по словам выротовальников. Мы провели ряд мероприятий на территории Гомельской области и выявили ряд фактов реализации нецептичесированных огнетушителей. Мы, конечно, в первую очередь предупреждали этих продавцов о том, что это нельзя делать. Вносили им определенные требования и огнетушители снимали с реализации. Потому что наша работа в первую очередь была настроена на то, чтобы они их перестали реализовывать. Огнетушитель в первую очередь должен потушить возгорание. К примеру, вам приведу огнетушитель углекислотный. Если углекислотным огнетушителем пользоваться, то на выходе углекислота имеет температуру минус 70 градусов. Если лопнет или треснет шланг, или растроп, откуда выходит это огнетушительное вещество, то можно получить обморожение рук. При набытии огнетушителя важно память от некольких правилов. До кожного огнетушителя повинно прикладаться керавництво по эксплуатации с указанием призначения и основных характеристик прилады. Треба звертать увагу на даты выработки, звездки об сертификации, посвящения, приемцы и отзнаки об продаже. В эксперименте удельничали 10 огнетушителей. Одни были со знаком сертификации, другие без его. По выводниках проверки сертификованные огнетушители спрацовали все. А вот все родных, которые они имели с упроводжальных документов, спрацовали только 2 с 5. Сегодня в Украине заховывается пожаронебеспечная обстановка. За минулые сутки выротовальники ликвидовали один торфяный пожар площадью больше за 3,5 гектара на территории Хойницкого района. Итак, на сегодняшний день складывается непростая оперативная обстановка в связи с горением лесов, с горением травы и кустарников, а также сухой растительности. МЧС Гомельской области напоминает, что на всей территории Гомельской области введен запрет на посещение лесов. И также рекомендует настоятельно воздержаться от выжигания сухой травы. Выротовальники нагадывают, что в огнетушитель необходимо иметь побачь не только в автоте Кватеры. Когда вы собрались спалить сметки на своем участке, наявность этого супрацпожарного сродка так само необходима. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышенко, телерадио компания «Гомель». Поэточный проект до 75-ти годов Великой Перамоги рыхтуют письменники Гомельской области. Аутры тематичных вершев запишут на смартфонах один свой твор во властном выполнении. Затым работы разместят на сайте областной библиотеки имя Ленина. Таким чином отримается своя особливая стушка памяти. Стартует проект 7 мая. Заставаться дома подчас церковных святов у период пандемии – не грех. Белорусская православная церква напереда Дни Великодня рекомендует хворым и ослабленным людям, а так само туристам и тем, кто собирается, например, только освятить яйки, устрематься от наведывания храмов. Министерство Аховы Здоровья просит церкву по мягчимости проводить усенобоженствы на улице. Доречу про стояние Сусветной Организации Аховы Здоровья, которые находились в Беларуси несколько дней, означали, что статистика по COVID-19 в Украине – докладная и правдивая. Нагадаем, миссия приезжала по запрошению Александра Лукашенко. Оценивались ситуации, меры профилактики, подходы, доказания меддопомоги. Сирот про односельництво охучивался напомин про социальное дистанцирование. И тут важно всем нам делать то, что залежит от нас. Самое качественное – здоровье каждого человека. Так, как знизить распаусюджывание коронавирусной инфекции, збиравчие верников от заражения на офицейном сайте Беларусской Православной Церквы опубликованы зворот синода до приходжан. Дорогие айцы, браты и сестры, на нашу землю пришло выпрабывание – коронавирусная инфекция. Обовязок церквы – молитва об людях. И в гэтае дни Беларусская Православная Церква горача молится об тым, каб Господь адвёбя до однарода Беларуси. Мы молимся об больш худким выздоровлении хворых на коронавирус, об супакаянне памерлых ад гэтае хворобы, об дарованне здоровье и сутяшэнне родным и близким усих, хто тактинакш патцарпеу ад инфекции. И про тое, каб небезпечная пошасть як мага худшей спынилася. У звароте означается так само, что людям, які делят клопоту про здоровье близких, пераходят на режим самоизоляции и в связи с гэтым прыпыняют свой удел у громадских набаженствах на час эпидемии, таке поводзены не заличваюцца у грех. Тым часам Белтелерадоя компания пропануя верникам долучиться до онлайн-трансляции богослужэннеў, які осёлята Медэя Холдэнг организуя у полным объёме и у промым эфиры. Уключэнні будуть вестіся у темліку з Мінскага святадухава кафедральнага сабора. У суботу у промым эфиры трансляция з храма Гроба Господняга у Иерусаліме. У вечары у 23 годзіны 45 хвілін. Телеканалы Беларусь 1 і Беларусь 24 покажуть святочныя богослужэнні з Мінскага святадухава кафедральнага сабора. Так само можна поглядзеть ў святочныю ночь великодныя богослужэння Жыровицкага Манастыра, якоя будзе транслявацца каналам СТБ. Гэта і атак сама іншая навіны, інформацію аб праектах Телерадою кампаніі Гомілі вы можыця знайсці на нашым сайті ў інтернеті па адрасі www.tvrgomil.by. На гэтым выпуск завершаны, усяго вам самага добрага і до новых сустрэч у эфіры. Де-факто на телеканале Беларусь4 в студії Николай Скинтиян. Здравствуйте! Почти шесть промиллі алкоголя обнаружили у водителя из Столинского района, который в Житковичском угнал микроавтобус и попал на нём в ДТП. О происшествии сообщили жители деревни Запесочье. Они рассказали, что на улице Советская нетрезвый автомобилист протаранил фольксваген. При совершении обгона на перекрёстке нарушитель столкнулся с легковушкой, которая поворачивала налево. Быстрый тест показал, что в парах выдыхаемого водителем воздуха содержалось 5,7 промилля алкоголя. Это состояние комы для среднестатистического человека. Водитель микроавтобуса угнал машину в Столинском районе Брестской области. В ноябре прошлого года он был лишён права управления за нетрезвое вождение. В ДТП никто из водителей не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу, либо отказ от медицинского свидетельствования, влечёт административное наказание в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года. В Мозере 19-летний бесправник катался на автомобиле полным друзей, пока за ним не устроили погоню инспекторы ДПС. Они заметили, как на улице Иваненко белая Мазда резко свернула с дороги и решили последовать за ней. Как оказалось, не зря. Погоня продолжилась по просёлочной дороге. На требования об остановке водитель не реагировал, пока инспекторы не предупредили, что будут стрелять по колёсам. Только после угрозы применения табельного оружия нарушитель решил прекратить погоню и остановился. Сотрудники ГАИ вывели его из машины, а следом последовали и пассажиры. Трое молодых парней и девушка. 19-летний водитель никогда не получал права, но это не помешало купить ему Мазду без переоформления документов. Молодой человек был привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством, не имея на то права, а также за участие в дорожном движении без допуска и отсутствие на автомобиле, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Кроме того, молодой человек будет привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 18.21 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за неоднократную неостановку, которая повлекла преследование транспортного средства. В Гомеле вынесен приговор парням, похитившим гомельчанку на её же собственном БМВ. Братьям Ивану и Илье Андреевам дали по 11 и 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Последнему также назначен штраф в 2700 рублей. Их знакомому Ивану Максименко, который стал сообщником похищения, суд назначил наказание в виде 15 лет и 3 месяцев лишения свободы, а также штрафа в размере 100 базовых величин. Такие сроки стали неожиданностью для подсудимых, которые лишь частично признали свою вину. Напомним, преступление произошло 2 сентября 2019 года. Молодые люди напали на хозяйку белого БМВ, избили её, затолкали в машину, вывезли в лесной массив, где под угрозой убийства требовали деньги. Когда денежными средствами женщины удалось завладеть, скрылись на машине свои жертвы. Двоих задержали по горячим следам, ещё одного спустя некоторое время в столице. Все трое оказались ранее судимыми жителями Гомеля. Они вскрывали авто, воровали аккумуляторы, сливали бензин, а в мае 2018-го угнали со стоянки мотоцикл и два скутера. Выкатывал автомобиль и упал в смотровую яму. Работники МЧС спасли мужчину, который попал в ЧП в собственном гараже. О ситуации сообщили медики, которые прибыли по вызову на улицу Весенью областного центра. Чтобы госпитализировать пострадавшего, понадобилась помощь спасателей. Те прибыли оперативно и поместили 76-летнего мужчину на носилки, а потом коллективно подняли их на поверхность. Пенсионер рассказал, что стал выкатывать свой автомобиль из гаража и забыл о том, что смотровая яма открыта. Мужчина был доставлен в больницу. Оказалось в рабстве кольца. Помощь МЧС за минувшие сутки понадобилась и гомельчанке. Из-за отека пальца она не смогла снять ювелирное украшение. Спасатели воспользовались кусачками. Несколько нехитрых движений и драгоценность перестала причинять дискомфорт потерпевшей. Правда, после этого изделие потеряло в цене. Работники МЧС предупреждают, не стоит носить кольца, которые стали малы по размеру. Если модель изделия позволяет, ее лучше отдать ювелиру и раскатать. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Сегодня прошли первые поединки пятого тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Открыли его два матча «Энергетик» БГУ «Городе» и «Динамо-Минск» «Неман». Мозырская славя проведет поединок в субботу. Мозыряне отправятся в гости к Ислачи. Стартовый свисток прозвучит в 14.00. После четырех туров подопечные Михаила Мартиновича находятся на пятой строчке турнирной таблицы. Ислач на седьмой. Рассудит поединок главный судья Денис Щербаков. Помогать ему будут Максим Арабей и Антон Гусев. Завтра стартует чемпионат Беларуси по футболу среди команд первой лиги. Единственный матч, который откроет турнир, пройдет в Гомеле. Определять победителя будут «Локомотив» и «Светлогорский химик». Стартовый свисток прозвучит в 17.30. Предстоящий матч будут обслуживать главный судья Андрей Василевич и его ассистенты Антон Полуянов и Владимир Русак. К слову, завтра на поле с основным составом выйдут и два новичка. Оба – полузащитники. 19-летний Егор Барсуков ранее выступал в первенстве дублеров, защищая цвета Гомеля. Вызывался в состав сборной Беларуси по футболу Ю-17. 19-летний Роман Данилков раньше защищал цвета зелено-белых в молодежном первенстве. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова